Янмар отметил 81-й день рождения. Виновник торжества собрал гостей на площади имени Ленина. На праздники выступили творческие коллективы и отдельные исполнители города и округа с привлечением представителей инициативных групп, советов многоквартирных домов, территориального общественного самоуправления. А на площади Марацей в это же время прошла ярмарка сельхозпроизводителей «Золотая осень». Благодаря в том числе и этой песне, написанной в середине 60-х и ставшей неофициальным гимном города, Наринмар стал известен во многих уголках страны. Сегодня нашу малую родину не нужно представлять даже за рубежом, и вместе с тем она продолжает оставаться тем маленьким краешком земли, о котором поется в легендарной песне. Сегодня Красный город разменял свой девятый десяток. 81 год назад, 10 марта 1935 года, рабочий поселок Наринмар, Ненецкого округа Северного края, был преобразован в город Наринмар. А еще несколькими годами раньше его основатели, наши предки, крепко задумались над тем, какое имя дать будущей столице Заполярного края. Вариантов было достаточно. В Инге-Март, Тундровый город, или Едей-Март, Новый город, Ненецк, Ленинск, Печорск, Полярный, Оленный. Комиссия по топонимике остановилась на имени Наринмарт. Спустя некоторое время звучание главного имени будущего города посчитали грубоватым и убрали последнюю букву «Д». Так наш славный город обрел свое современное название. Сегодня Наринмар, как и во времена его основания, продолжает оставаться единственным городом на всей территории округа. Трудно поверить, но в 1936 году, согласно официальным данным, в Красном городе проживало уже 10 288 человек. Спустя ровно 80 лет в столице региона проживает порядка 24,5 тысяч наринмарцев. Традиционно в первую субботу сентября нас всех объединяет общий праздник – день рождения нашего славного города. Наринмар – один из самых молодых городов нашей страны, а значит, ему есть куда расти и развиваться, считают наши земляки. Что Наринмару пожелать? Чтобы, главное, было мир на небо под землей, людям любви, радости, достатка в семьях, и чтобы праздник города для них был праздником всей семьи. Проксветание вообще всем жителям нашего города. Наринмару я хочу пожелать тепла, хороших начальников, руководителей, развития инфраструктуры, социальных проблем, решения. Чтобы строился, строился и... Думал о пенсионерах. Пока на площади Ленина продолжали звучать слова поздравлений и пожеланий, а на сцене для гостей праздника выступали творческие коллективы, на соседней площади Марассей раскинулась сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». К участию в ней заявились 14 представителей агропромышленного комплекса Неницкого округа из Наринмара, поселков Красное и Искателей, села Вельковисочное. На временных прилавках они представили хлебобулочные изделия, молоко, яйца, местную рыбу и мясо. Николай Чупров предложил жителям консервированную оленину. Индивидуальный предприниматель закупает местное сырье, затем отправляет его на переработку в Санкт-Петербурге и Киров. Часть готовых консервов возвращается в Неницкий округ, часть расходится за его пределами. Преимущество производителям – конкурентная цена. В Наринмаре-то так хорошо расходится, прямо берутся склады. Так-то в основном за пределы уходят. А здесь ярмарки не первый раз часто? На каждую ярмарку меня приглашают. Впервые участие в региональной сельхозярмарке приняла организация с Юга России. Крестьянское фермерское хозяйство из Ставрополя представило продукцию собственного производства, в том числе копчености, сало соленое, сало маринованное, мёд собственной пасеки. Очередь в лавку фермера образовалась в первые же минуты. Много, в принципе, хватит всем? Ну, я думаю, не хватит. Я первый раз не знал, насколько у вас люди, скажем так, платежеспособные, поэтому привезли. Так, на пробу. Буду ездить теперь. Довольны участием в сельхозярмарке не только предприятия и участники, но и местные жители. Ну, кое-чего купила, что обычно больше нравится, там всегда берешь. Ну, хорошо, что здесь деревень есть, потому что красное, например, масло очень вкусно берем обязательно. Интересно посмотреть на местную продукцию, которую представляют. А сами что-нибудь покупаете на продуктах? Бывает, покупаем, да. Молочную продукцию, но это всегда покупаем детям. Масло с местной привезли, значит, будем брать масло местное. Телевисочное, красное. У них продукции редко бывает в магазинах и на расхват. Точно так же вон Ставропольское, да, и Ставрополье сало. Посмотрите, какая очередь. Вот люди бы скупают, всё. Да, это редко бывает у нас. Поэтому ярмарки очень нужны, тем более в такую хорошую погоду. Идея о покупке в одном месте всех видов местной продукции пришлась по душе горожанам. Ярмарка сельхозтоваропроизводителей доказала свою популярность и потому стала традиционной.